Здарова, с вами я Жека, и добро пожаловать в прогретом Майнкрафте. Кто-нибудь адекватный, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что это за хуя? Не, вы поймите, я, конечно, многое мог понять в прогретом Майнкрафте, но вот это я понять никак не могу. Просто отлично, мне опять насрали на голову. Где мой дом? Я не знаю, мне плохо. На улице дождик из говна, мой дом почему-то стал немножко, ну, какой-то кривой. Пельмень так вообще решил сегодня на грядке посидеть. Видимо, ему стало совсем плохо после предыдущей серии. Не, меня серьезно укачивает. Я, возможно, уже что-то не понимаю, возможно, у меня что-то с мозгами, но, по-моему, мой дом как-то вот немножко неровно вот он стоит, вот как-то, ну вот, не так вот, как надо. Я тут, кстати, заметил, что у меня есть какая-то алмазная кирка на починку и прочность... Три. Это что сейчас был за звук такой? А моя деревянная алмазная кирка зачарована на эффективность три и удачу два. Почему бы их не совместить? Главное, чтобы мне для этого опыта хватило. Ну, я имею в виду уровня. Двадцать седьмой уровень нужен, вы издеваетесь? Двадцать седьмой уровень... Ну, да, в принципе, кирка-то правда жесткая. У нас, дамы и господа, проблемы. Вы знаете, почему Пельмень сегодня решил посидеть на грядке? Потому что вы, мои проклятые подписчики, не поставили много лайков. Пельмень очень сильно расстроился и решил посидеть на грядке. Ну, по его лицу, конечно, не скажешь, что он расстроился, но он правда расстроился. Поэтому у меня к вам есть серьезное предложение. Давайте поставим под этим видео просто рекордное количество лайков, вот сколько мы сможем. Если у вас есть много аккаунтов на ютубе, ставьте сразу же много лайков с каждого аккаунта. И пишите в комментариях хэштег Он вам не пельмень. Это же великий месье Игорь, какой пельмень? С каждой новой серией моя психика страдает все больше и больше. Знаете, у меня появилась одна идейка. О, господи, страшно-то как. Хотите, у вас и вправду взорвутся мозги? Не хотите? Ну, все равно сейчас взорвутся, не переживайте. Внимание! Всем людям с неустойчивой психикой, с эпилепсией, с адекватностью, потому что адекватные люди это не поймут. В общем, всем отойти от экрана, потому что сейчас будет полная жопа. Поехали! Я куда-то лечу! Куда я вообще лечу? Что происходит? Я вообще ничего не понимаю. Я высоко или низко? Вообще, где я? Не, ну это реально какой-то капец. Я просто не понимаю вообще, что происходит. Я куда-то лечу, не понимаю куда. Вот вижу свой дом впереди. Где там мои фейерверки? Мяу! А, я приземлился уже? А, я даже не заметил. Меня уже примерно 10 серий подряд просят все в комментариях сделать костер. Я не знаю, нахрена вам вообще сдался этот костер, но хорошо, сегодня я выполню ваше желание. Не, я серьезно не понимаю, зачем вообще этот костер добавили в Майнкрафт? Ну типа да, крутая текстурка, наверное, но он же бесполезный. Если мне не изменяет память, костер делается как-то, как-то примерно вот... А, мне же еще нужен уголь, точно. Показываю крафт костра только один раз. Три алмазика, морковка посередине и снизу три этих, как она называется? Листочка. Я не знаю, почему из алмазов, морковки и листьев получается костер, но проклятый Майнкрафт читает, что это должно быть именно так. Короче, поставлю его где-нибудь вот здесь, вот прямо здесь по центру. Я не знаю, почему просто мне так захотелось. Мне кажется, это какой-то знаете... Я теперь понял, почему этот костер делался из алм... Из алмазов, морковки... Я один это вижу? Не, возможно, меня подводит зрение, но по-моему в этом костре зашифровано какое-то послание. Напишите в комментариях, что вы видите в этом костре. Возможно, это какой-то магический костёр, в котором все люди видят разные вещи. Я не знаю, но я здесь вижу ужасные вещи. Но вообще, в сегодняшней серии я не хотел делать костёр, я хотел сделать кое-что другое. Мы уже хренову тучу серий не можем выбить эти сраные раковины наутилуса. Они нам нужны для того, чтобы сделать морской проводник, который я не знаю вообще зачем мне нужен, потому что он там что-то типа ускоряет скорость плавания в воде. Господи, что творится, что происходит. Не знаю, зачем он мне нужен, но я хочу его скрафтить. А чтобы его скрафтить, можно, конечно, бесконечно рыбачить, но, как показала практика, проще всего просто поубивать утопленников. Наша задача сейчас найти какие-нибудь затопленные корабли, в которых, скорее всего, мы сможем найти утопленников. Мне плохо, мне реально плохо. Тот, кто сделал эти проклятые шейдеры, пусть сгорит в аду, честное слово. Мне реально плохо, меня сейчас тошнит. Почему у меня на потолке вода, внизу вода, справа пещеры какие-то? Я вообще не понимаю, где мой дом, я уже потерялся. Просто прекрасно. Затопленный корабль я, конечно, не нашёл, но зато я нашёл кучу утопленников. Я не знаю, откуда они здесь взялись и почему у меня горит лодка. Почему у меня горит лодка? А, у них тут какое-то поселение есть. Утопленники, вы какие-то странные. Почему вас тут так много? Я специально взял с собой черепаший шлем, а также я взял ещё зелье водного дыхания, которое мы прямо сейчас выпьем. Ну, а теперь уже можно убивать утопленников. Идите ко мне, мои сладенькие. Если утопленник будет держать в руке эту раковину наутилуса, значит, с каким-то шансом я смогу её выбить. А также с утопленников ещё можно выбить трезубец. Но это вообще большая редкость, поэтому пока что хотя бы мне бы раковины побывать, и этого мне достаточно пока что будет. Так, возьмём наш шалкеровый ящик, убью... О, нифига себе, маленький утопленник. Первый раз вижу маленького утопленника. Раковина наутилуса! Оно, отдай, малютка! Отдай, пожалуйста! Да, господи! Первая раковина наутилуса! Где она? Так, нужно срочно её подобрать. Так, окей, я пока что ставлю шалкер. В шалкер я складываю все нам ненужные ресурсы. Да умри, пожалуйста, дай мне подобрать раковину. Мне нужна раковина. Кто бы знал, с больших этих чуваков мне ничего не выпало, а с маленького дебила мне выпала сразу же раковина наутилуса. Умри. На самом деле нам нужно было добыть всего лишь три раковины, потому что пять у меня уже есть. И у меня уже есть сейчас одна, а это значит, что мне нужно выбить ещё две. Вот только утопленников я больше здесь не вижу, к сожалению. Возможно, здесь в сундучках что-то будет лежать, да? Но сундучков я тоже не вижу. Прекрасно, супер. Господи, как же здесь всё странно выглядит под водой. Это поджечь какая-то. Так, я вижу ещё один сундучок, и в сундучке кожаная куртка. Полезная, полезная вещь. Я бы без неё вообще не выжил без этой кожаной куртки, честное слово. Долго плыть не пришлось. Я уже нашёл ещё один корабль, в котором я пока что не вижу никаких утопленников, но я очень надеюсь, что они здесь будут. Но реально, пока что их вообще нету. Куда вы пропали? Ну вы же мне нужны, ребята. Ну почему уж вас нету тогда, когда нужно? Я уже вижу один сундучок, и здесь есть морковка, картофель, пшеница. Даже карты сокровищ здесь нету. Ну, супер-классный корабль, спасибо. Я пошёл искать новый. Мне здесь у вас не нравится. ЯПОНА МАМА! Я просто плыл, плыл, и в меня прилетел трезубец! Что? Офигеть! Подождите, если мне сейчас выпадет трезубец с этого, с утопленника, я буду въезжать как девчонка, честное слово. Я предупредил. Капец, их здесь много! Что за армия? Я выбил уже одну раковину, нужно будет её срочно подобрать. Пожалуйста, это мне, это мне. Раковина, раковина. Ещё один утопленник с раковин. Твою мать, блин, меня сейчас убьют. Меня сейчас реально просто убьют. На улице ещё говняненький дождь идёт. Вообще нихрена не понимаю, что происходит. Вы только посмотрите, сколько их за мной плывёт. И какой-то один из них... Ага, вот он, вот он, он с трезубцем. Нужно его кокнуть. А ну иди сюда, а ну иди сюда, падла. Если я в сегодняшней серии выбью трезубец... Пожалуйста, выпади. Выпади. Я не понял, он выпал или не выпал? Он выпал или... Он не выпал. Не, я, конечно, понимаю, что я зажрался. Но вы прикиньте, если бы я в сегодняшней серии выбил трезубец, это было бы просто супер классно. Потому что, если вы не знаете, трезубец это супер редкая штука, которая падает раз в сто лет. И, ну, мне она, собственно, не выпала. Такс, по идее, у меня уже есть три раковины наутилуса. Погодите, нужно проверить. У меня, да, у меня три раковины наутилуса. Но я не помню, у меня дома пять или четыре раковины наутилуса. Потому что, если пять, то мне уже хватает. А если четыре, то мне нужна еще одна. Ой, слушайте, мне так лень плыть вообще. Поэтому, знаете, что я сделаю? Я просто хочу умереть и попасть домой. Все, сдохни, пожалуйста. О, нет, я умираю. Помогите, я задыхаюсь. О, господи, нет, нет. Так, сейчас главное, чтобы у меня дома было пять раковин наутилуса. Где мой дом? Правда, я не знаю. О, погодите, кажется, он там вот впереди. Да, я вижу соколушки. Значит, это мой дом. Где вход? Где вход? Ага, вот, отлично. Пожалуйста, пусть у меня будет пять раковин наутилуса. Ребята, наконец-то, сегодня я сделаю морской проводник. Хотя, знаете, я так подумал, чтобы сохранить интригу, я сделаю его в следующей серии. Не, ну а вы что хотели? Если я сейчас сделаю этот морской проводник, все, вам уже будет неинтересно узнать, как он выглядит. Нужно, понимаете, сохранять интригу. Поэтому, прям... Что опять за звуки? Прямо сейчас ставьте лайки. От вас зависит, когда выйдет следующая серия проклятого Майнкрафта. И обязательно тыкайте на колокольчик, потому что вы не должны пропустить следующую серию. Потому что в следующей серии, во-первых, придет пельмени. И, во-вторых, мы сделаем, наконец-то, морской проводник. И мы все узнаем, как же он на самом деле выглядит. Ну а с вами был проклятый Жека в проклятом Майнкрафте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok